Последняя, четвертая, заключительная часть о стальных монстрах 19-20 века перед вами, мои многоуважаемые зрители. С вами профессор Гуглов и не будем тянуть время. Поехали! Броневая каретка Шумана. Стальное нечто, которое и танком-то называть язык не поворачивается, было изготовлено в Германской империи в конце 19 века. Легкая и подвижная конструкция, установленная на колесах и вооруженная 5-сантиметровым орудием с дальностью стрельбы в 3 километра получила название броневая каретка Шумана. Это чудо инженерной мысли находило применение на полях сражений вплоть до 1947 года. Согласно историческим сведениям, такие каретки применяли в качестве передвижных бронированных артиллерийских и наблюдательных точек. Массовость этого агрегата просто поражает. Всего таких карет было изготовлено 300 экземпляров. Часть из них была уничтожена, а часть до сих пор стоит в бронетанковых музеях по всему миру. Самый лучший танк. Представьте танк, который не ломается. Что ему не делай, а ему все равно. Разве не круто? Ни гусеницы править, ни двигатель чинить. Красота! Именно такой танк применялся во времена финской войны. А имя ему ПТИЗ. Или пулеметная точка Ижорского завода. Полное отсутствие механизмов, которые могут выйти из строя в самый неподходящий момент. Абсолютно простой и надежный как бревно. А следовательно, идеальный танк. Итальянское орудие. Что такое итальянское орудие? Какой-нибудь очередной странный танк? Нет. Это огромная самоходная установка времен Первой мировой войны. Калибр этой бабахи составлял 305 миллиметров. Это орудие применялось при обстреле австрийских укреплений в Альпах. Снаряд этого монстра весил почти полтонны. А его начальная скорость составляла 540 метров в секунду. Американский ковбой. Бэнг-бэнг-бэнг! Ковбой в здании! Именно под такой клич должен был воевать американский чудо-агрегат Танк-Ковбой. Многие считают, что танки несут в себе частичку национального характера. И если посмотреть на это детище американских конструкторов, то так и есть. Даже в очертаниях машины можно увидеть ковбойскую шляпу. А два револьвера, стреляющих ракетами, круто, не правда ли? Настоящий герой вестерна. Однако, к сожалению многих, этот танк так и не дошел до стадии серийного производства. О-И. Танк, который можно смело вставить в один ряд с такими монстрами, как Маус и Рате, японское чудо техники, сверхтяжелый танк О-И. Этот верзил разрабатывался в стране восходящего солнца в период с Второй мировой войны. О-И является представителем семейства сверхтяжелых танков, которые должны были использоваться для нападения на СССР и Китай, а также для обороны Японии от американских линкоров и десанта. О-И обладал 100-мм танковым орудием, способным без особого труда пробивать все и вся на своем пути. Однако, как это было с Маусом, построили пару танков, а война-то и закончилась. Сейчас этот монструозный плод мыслей японских инженеров можно наблюдать лишь на чертежах и в некоторых компьютерных играх. Ну вот, друзья, и все. На этом серия видео про самые необычные танки завершена. Пишите свои комментарии под видео, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, если не подписаны, и, конечно же, ставьте лайк. Следующее видео уже завтра. Не пропусти. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok